Еще совсем недавно в своих передачах мы рассказывали о том, каким стало после реконструкции здание онкологического диспансера по улице Советской, 40, которое действительно отвечает всем современным требованиям и санитарно-гигиеническим нормам. В палатах и диагностических кабинетах появилась новая наркозно-дыхательная аппаратура, мониторы пациентов, аппараты ИВЛ и другое медицинское оборудование, которое помогает специалистам в диагностике и лечении профилактики грозного недуга. Сегодня здесь готовятся принять первых пациентов с COVID-19. Согласитесь, что радоваться здесь особо нечему. Это показатель сложности ситуации, о которой сегодня мы говорим во весь голос. Мы находимся на пике волны. Мы сравнялись с цифрами первой волны, когда наибольшее количество пациентов находилось в стационаре. И по прогнозам Министерства здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения, пик волны еще не наступил. Соответственно, пациентов еще будет добавляться на стационарном и амбулаторном этапе. Масштабы заболеваемости напрямую связаны с низкими темпами вакцинации в городе. До 70% привитых не достигают многие коллективы, а значит ни у них, ни у города в целом еще так и не сформировался коллективный иммунитет. Сейчас во всех слоях и категориях населения это делается. Созданы бригады передвижные, созданы у нас бригады как передвижные в городе, которые стоят в торговых центрах. Также ездят по организациям, по предприятиям, по заявкам и вакцинируют именно работников. При этом низкие темпы вакцинации работников торговли, работников некоторых предприятий. Также не видим понимания пока и в социальной сфере в некоторых учреждениях. Не видим понимания со стороны студенческой молодежи. Надо понимать, что другого выхода из ситуации не будет. И вакцинация это единственный пока способ преодолеть коронавирусную инфекцию. Сегодня и ученые, и практикующие врачи, работающие в красных зонах, анализируя ситуацию, уверенно заявляют. Прививка – действенное, спасительное и надежное средство защиты. Мы, посещая каждый день красную зону, беседуя с пациентами на стационарной койке, видим, что пациентов тяжелых и попадающих на реанимационную койку вакцинированных нет. То есть пациенты попадают туда невакцинированные, пациенты те, которые не соблюдали все противопедемические мероприятия. И все это говорит о том, что наше население до конца не понимает сложность ситуации. А теперь осмотритесь вокруг. Сплошь и рядом без масочники. А в разговорах зачастую главная тема – фейки о вреде и опасности прививок. Это разве нормально, когда весь мир только и ратует за прививки? Только бы хватило. А результат нашей бесшабашности и попустительства, если не сказать разгильдяйства, все новые и новые жертвы COVID-19. На данный момент у нас задействовано три стационара. И с сегодняшнего дня мы подключаем четвертый. Центральная больница, основной стационар, который принимает на себя пациентов, она работает в постоянном режиме. И сейчас перепрофилировано там около 450 коек. Гинекологический стационар у нас, это гинекологический корпус на центральной, перепрофилировано 110 коек. Так, инфекционная больница Молотковичи, она работает в режиме пока небольшого перепрофилирования, так как данная волна, она характеризуется тем, что начали болеть и дети, а дети требуют тоже контроля и ухода вместе с мамами. Соответственно, у нас больница Молотковичи сейчас больше ориентирована на детское население, так как туда свозят детей с межрайонного уровня. Теперь очередь дошла до онкодиспансера, а ведь его пациентам ох, как будет теперь нелегко. Мы с сегодняшнего дня подключаем в данную работу коечный фонд онкологического диспансера, перепрофилируя еще здесь 60 коек. Все эти учреждения, которые работают сейчас с ковидом, они все обеспечены кислородными точками. Это очень важно на данный момент. Почему? Потому что количество пациентов, нуждающихся в кислороде, по сравнению с прошлыми волнами, оно увеличилось в два раза. К сожалению, эпидемиологическая ситуация в городе приостановила работу хирургического отделения, отделения реанимации и интенсивной терапии и оперблока. В настоящее время эти отделения развернуты под инфекционные отделения для приема и лечения больных, в том числе кислородозависимых, инфекции ковид-19. Таким образом, отделения на 44 хирургические койки и реанимации на 6 койки задействованы от лечения инфекционных пациентов. Конечно, пациенты не останутся совсем без помощи, но сожалений по этому поводу все равно немало. К сожалению, это вынужденная мера, которая не позволяет нам проводить своевременные операции онкологическим пациентам, своевременно оказывать помощь. Конечно, мы приняли меры для того, чтобы наши пациенты, которые нуждаются в данном виде лечения, отбыли на это лечение в другие лечебные учреждения республики и области. Конечно же, для того, чтобы эту ситуацию как-то преломить, это прежде всего вакцинация. Все знают, что все основные, главные, самые страшные инфекции побеждены с помощью вакцинации. Так и инфекция COVID-19. Поэтому призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать это, вакцинировать своих родственников, близких, знакомых, друзей. Это все вместе поможет нам победить каким-то образом инфекцию и вернуться к нормальному режиму работы нашего учреждения. Дорогие пинчане, необходимость перепрофилирования узкоспециализированных учреждений, в частности, онкологический диспансер, влечет за собой ухудшение оказания помощи онкологическим пациентам. И когда, не дай бог, у вашего родственника или у вас станет необходимость проведения какой-то экстренной операции по онкологическому профилю, а этот стационар будет занят под пациентов с коронавирусной инфекцией, вы зададите себе вопрос, а что я сделал для того, чтобы этот стационар был свободен для оказания той помощи, которую он должен оказывать. Нужно четко осознать, если рост заболеваемости не остановить, значит само качество оказания медицинской помощи тяжело больным пациентам может пострадать, и последствия нетрудно представить. Надо понимать, что возможности здравоохранения не безграничны. И если эта волна будет продолжаться, продолжаться и повышаться заболеваемость, может случиться большая проблема. Поэтому, уважаемые люди, еще раз к вам обращаемся о необходимости вакцинации. Это еще не поздно. Иммунитет, у нас есть ряд случаев, когда после даже прививки первым компонентом человек заболевает через какое-то время, через неделю еще не образовался вроде бы иммунитет, тот, который должен образовываться в течение 42 дней. Но при этом человек переболевает легко, и он понимает, что это благодаря именно вакцинации. У меня есть несколько коллег, которые сейчас находятся на больничном листе и заболели после вакцинации. При этом это несколько дней температуры, и потом переходит в спокойный режим, и люди выздоравливают. Вот вам и конкретные результаты вакцинации. Она защищает человека, сохраняет ему не просто здоровье, саму жизнь. По всей стране анализируется сейчас, кто находится на реанимационной койке, вакцинирован, не вакцинирован пациент, и пациентов на реанимационной койке вакцинированных нет. Поэтому, уважаемые граждане, если вы хотите спокойно, уверенно, если и заболеть, переболеть, спокойно, я прошу вас вакцинироваться, еще раз вакцинироваться. Остановить рост заболеваемости. Тревогу бьют все. Кто в ответе за состояние, стабильность и благосостояние общества. Кто несет вахту по сохранению жизни и здоровья людей. Каждый, кто осознает горечь людских потерь. Кто считает масштаб затраченных материальных средств, выделяемых государством. Стоит только сделать прививку и четко понять. Сегодня от этого зависят сотни жизней людей, знакомых и незнакомых вам. А ведь потери могут коснуться каждого. И все те, кто проходит мимо прививочных пунктов, будут причастны к этому. Неужели не проснется? Не зашевелится в душе совесть? Для всех учреждений, социальной сферы или же предприятий и так далее обозначена необходимость использования масочного режима, обработки рук, дистанцирования и правильного поведения при заболевании. Мы напоминаем, что если человек почувствовал недомогание, он должен максимально позаботиться об окружающих. Это значит дистанцироваться, это значит обратиться к врачу, это значит где-то отлежаться и понимать, что он несет опасность для окружающих. Это позволит минимизировать заражение и рост заболеваемости.